Эфир своего ТВ продолжает программа Актуальное интервью. Меня зовут Антон Киевский. Здравствуйте. Начался 2021 год. Мы продолжаем анализировать, делать выводы за прошедший 2020. Строим планы на будущее. Каким был ушедший год для ЗАГСа Ставрополья и каким видится 2021 год? Об этом и не только. Мы сегодня поговорим с начальником управления ЗАГС Ставропольского края Сергеем Назаренко. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как я уже сказал, начался новый год. Начался он с такой даты 12.02.2021. Первая красивая дата в этом году. Как-то она прошла необычно? Необычно, потому что январь и февраль заявил о себе как о увеличении количества регистраций в зимний период. То ли повлияли даты, то ли может быть желание побыстрее вернуться в нужное жизненное русло. Особенно по созданию семей в крае. То есть количество браков увеличилось? Ну вот январь, да, февраль еще не закончился. Мы видим, что тенденция такая есть. Это приятно. Да. Ну, итоги прошлого года, они... Ну если вот об итогах, да, прошлого года говорить, о цифрах. По основным видам актов гражданского состояния рождений было зарегистрировано 28 тысяч, зарегистрировано браков 13 тысяч, расторжений 10, также усыновлений было зарегистрировано 160 и смертей 36 тысяч. Это как бы основные виды актов гражданского состояния. Сергей Николаевич, ну вот 2020 год, в принципе, да, был для всех нас непростой. Я думаю, что в том числе и для вашего управления. Вот в условиях самоизоляции, в условиях ограничений, как вот это все повлияло на работу ЗАГСа? Понятно, что пандемия наложила отпечаток не только на жизнь, но и работу всех структур, которые функционируют на территории Ставропольского края. Нами были приняты в соответствии с решениями штаба краевого по предупреждению коронавирусной инфекции, затем санитарно-эпидемиологических требований, жесткие меры, которые позволили нам обеспечить прием граждан без перерывов в работе отделов ЗАГС. Что было предпринято? Ну, прежде всего, мы сократили количество присутствующих на торжественных регистрациях и обязательно с применением индивидуальных средств защиты в обязательном порядке. Здесь количество достигало до 10 человек участников, включая и работников органов ЗАГС, которые регистрировали данные пары. Мы сейчас только возобновили торжественное чествование юбиляров супружеской жизни, но здесь ограничивается также возрастом юбиляров, чтобы ни в коем случае не навредить данным юбилярам. Что касается, мы ссылались на то, что прежде чем прийти в отдел ЗАГС, граждане должны знакомиться с услугами на портале или позвонить по телефону, чтобы обеспечить, во-первых, и предварительную запись населения на прием и не создавать столпотворение для того, чтобы не было также заражений в рамках, в общем-то, помещений отделов ЗАГС. Что касается, в общем-то, как мы сработали в этот период, насколько, в общем, сократились те или иные виды регистрации. Ну, особую такую, в общем-то, потерю мы понесли по регистрации браков, потому что они сократились у нас на 3 тысячи. В том числе на 3,5 сократилось торжественных регистраций. Это по краю? Это по краю, да. Нет торжественные регистрации, это когда приходят вдвоем, без присутствия приглашенных и регистрируют брак. Что касается рождений, рождений, ну, этот год пока не прошедший, не показателен, но снижение произошло на 600 детей, появилось и зарегистрировалось у нас меньше. Ну, вот этот год и последующий они покажут, насколько пандемия ударила и по рождению. Поэтому основные тенденции, которые у нас по расторжению браков, они сохраняются, начиная с 70-х годов, как достигли планку, 10 тысяч расторжений браков, они колебались в разное время и доходили до 14 тысяч, но вот по итогам прошлого года у нас на 300 расторжений браков меньше. Даже так? Да. Ну, это, кстати, удивительно, потому что... Мы считаем, что это положительный такой эффект, мы надеемся, что данная тенденция и продлится в будущем. Ну, просто да, вот я даже не только у нас в стране, а по миру, в общем-то, наблюдалось увеличение количества разводов, потому что люди в самоизоляции сидели, видимо, друг другу надоедали и разводились. Но вот, видите, оказывается, Ставрополье все-таки как-то это обошло стороной, даже наоборот, видите, тенденция лучше. Ну, хотя, в общем-то, количественный показатель в целом расторжений браков, 10 тысяч, это очень много. И здесь надо все-таки искать важные причины, и они кроются, прежде всего, в воспитании. Воспитывать будущих мужей, жен начинает в семье. Поэтому здесь забота и в этом заключается. Ну, вот, кстати, да, хотелось отдельно остановиться на каких-то акциях и мероприятиях. Понятно, что в 2020 году их было меньше ввиду известных нам событий, но, тем не менее, вот что-то такое уже, вы сказали, что происходило. Может быть, еще что-то особенное было? Ну, во-первых, помимо того, что мы осуществляем регистрацию актов гражданского состояния и совершаем юридически значимые действия, при поддержке губернатора, правительства, края, думы, у нас за последнее время, 5-6 лет, в общем-то, отделы ЗАГС стали центрами по пропаганде семейных ценностей. Ну, проведением таких мероприятий, как стоп-развод, участвование юбиляра в супружеской жизни. Мероприятия разные по форме, они рассчитаны и на детей, если это конкурсы рисунков, сочинений, стихотворений. Особенно они были востребованы в период пандемии, когда в режиме онлайн все это происходило. Да, мы проводим конкурсы, научно-практические конференции, социологические исследования. Да, эти опросы и на сайте управления, достаточная информация. Очень интересное мероприятие была акция «Великая победа в истории создания моей семьи». Когда, в общем-то, трогательные рассказы о создании семьи связаны с тем, что кто-то из родственников, находясь на излечении на КМВ, встретил свою девушку, да, и затем по окончании войны прибыл, да, создали семью. Они размещены, эти истории были и в средствах массовой информации, районных, городских, у нас на сайте. Но очень много интересных моментов, которые связаны также и со студенчеством. По инициативе студентов мы стали проводить конкурс видеороликов «Самое главное в жизни семья». Мы его вот в этом году проводим третий раз вместе теперь с редакцией вашего телевидения. Интересный очень конкурс, и мы больше всего обращаем внимание не на профессионализм создания этого видеоролика, а на его содержание. Поэтому заканчивается прием заявлений до 1 апреля, и мы бы хотели обратиться к телезрителям. Если у кого есть желание принять участие в нем, пожалуйста, ознакомьтесь на сайте управления ЗАГС с требованиями, и мы будем ждать ваши материалы. Это прекрасно. Ну и, разумеется, победителей самой лучшей работы ждут призы. Обязательно. Обязательно, да. С 2018 года началось формирование так называемой электронной базы актовых записей. На каком этапе сейчас эта работа? Эта задача была вообще поставлена перед органами исполнительных власти Российской Федерации. Указом президента Российской Федерации за три года необходимо было перевести весь архив, начиная с 1926 года, и по настоящее время в электронный вид. В электронный вид и передать в общую федеральную базу. Это колоссальная работа. Это колоссальная работа. Достаточно сказать, что объем, в общем-то, архива по краю для передачи составил около 8 миллионов. Мы ее вовремя выполнили. Конечно, это была задача очень сложная, трудная, но при поддержке правительства края мы ее выполнили не только в сроке, но мы и заранее завершили ее к 1 октября. Вот такие темпы перевода актовых записей в электронный вид позволили еще в 2019 году по краю предоставлять услугу по выдаче повторных свидетельств и справок, независимо от места регистрации граждан. Если человек, я уже несколько раз примеры приводил, родился в селе Степное, а живет в городе Ставрополь, и не надо ему ехать туда или направлять письменное обращение, чтобы выслали повторку, Ставрополь пришел и получил эти документы. А вот с этого года такая возможность появилась у всех граждан Российской Федерации, если наш сегодняшний житель Ставрополя родился в Архангельске, он может прийти в отдел ЗАГС по городу Ставрополь и получить здесь документы. На это не уходит недели, месяцы, как ранее было. Это считанные часы буквально. Если актовая запись своевременно переведена тем отделом ЗАГС и находится непосредственно в базе, то это буквально в течение часа могут предоставить услугу, если своевременно гражданин записался на прием. То есть это такой вот социально-экономический даже, наверное, эффект от этого получается? Это, во-первых, что помимо получения повторных свидетельств и справок, ну, во-первых, граждане ощутили пользу этого реестра, когда слялись выплаты на детей. Да, поэтому без предоставления дополнительных документов, повторных свидетельств, да, граждане получили на детей оперативно необходимые пособия. Что касается наличия в базе актовых записей, оно позволяет вносить непосредственно изменения по месту проживания, получив эти документы из реестра. А раньше необходимо было запрашивать в отделах ЗАГС, где они находились. Поэтому это большой такой социально-экономический эффект и в то же время это экономия средств граждан и в том числе и экономия средств органов ЗАГС Российской Федерации. Ну и самое главное, экономия времени, мне кажется, колоссальная. Конечно, да, потому что иногда были интересные такие моменты, когда граждане прилетали одним рейсом в Ставрополь для того, чтобы получить документы, затем улететь в тот город, откуда, где они проживают. Но это большие траты средств и в этом сейчас нет необходимости. Появилась информация о включении сведений об иностранных документах, выданных гражданам Российской Федерации в единый реестр ЗАГС. Верно? Есть такое? Да, да. Ну вот если можно, да, поподробнее расскажите. Эта обязанность у граждан появилась с 1 января 2019 года. Она направлена на то, чтобы для того, чтобы в последующем упростить этим гражданам получение и других документов на территории Российской Федерации, если они граждане Российской Федерации, получать и выплаты, и пособия. Поэтому граждане обязаны уведомить отдел ЗАГС по месту проживания, приложив документ, перевод документа, полученного за рубежом. То ли это рождение ребенка, то ли это регистрация брака или другие именно документы, которые зарегистрированы в другом государстве. Обязательно нотариальное удостоверение этого документа. И затем вводится в базу по тем, как сказать, основным требованиям данный документ. И не будет необходимости данному гражданину затем предоставлять этот документ в различные органы. Потому что межведомственный документооборот позволит любой организации видеть этот документ непосредственно в реестре органов ЗАГС. То есть, опять же, экономия времени, ресурсов. Да. Более подробная информация необходима гражданам, во-первых, чтобы ознакомиться с этими требованиями. Какие документы, в какой форме уведомления. Потому что уведомления можно направить и по почте, заказным письмом. У нас на сайте размещена информация. Сайт управления ЗАГС Ставропольского края или ставзагс.ру. В разделе услуги. И подраздел регистрация за пределами Российской Федерации. Сергей Николаевич, в сентябре при родильном отделении городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя впервые появилась такая услуга «Удаленное рабочее место специалиста ЗАГС». Верно, да? Есть такое? Для чего вот эта услуга появилась и насколько она вообще востребована и распространена? Ну, во-первых, это поручение губернатора края максимально приблизить услугу по регистрации рождения детей к месту заявителя. Ну, мы понимаем, что регистрация рождения детей, она будет удобнее, конечно, в родовспомогательном учреждении. В прошедшем году у нас управлением совместно с Министерством здравоохранения было открыто два удаленных места, как вы уже сказали, в Ставрополе и в Кисловодске. В этом году уже открыты в Минеральных водах и в Сентюки, и в Буденовске. И еще предстоит нам открыть три удаленных рабочих места. Это в Ставрополе второе, затем откроем мы в Георгиевске и в Пятигорске. Всего, в общем-то, будет по краю восемь удаленных рабочих мест. Это в наиболее таких родовспомогательных учреждениях с большим количеством рожениц. Мы и так максимально в остальных учреждениях родовспоможения, в таких маленьких районах, как Грачевка, в районных центрах, мы охват осуществляем, потому что мы взаимодействуем с Министерством здравоохранения в соответствии с соглашением. И у нас практически до 80-70% рожениц они охвачены там. Остальные, ввиду того, что или матери-одиночки, они хотят наряду с регистрацией рождения установление отцовства, поэтому необходимо присутствие будет отца. Они могут воспользоваться услугой непосредственно отдела ЗАГС. Ну и еще эффект, помимо того, что они получают первый документ до выписки, еще они могут получить консультацию специалиста, как осуществить установление отцовства, или может быть с установлением отцовства осуществить регистрацию. То есть три в одном. Регистрация рождения, установление отцовства и регистрация брака. Таких случаев, в общем-то, много у нас. Ну вот, Витя, несмотря на то, что год был непростой, тем не менее много нововведений, причем действительно полезных. Еще какие инновации, может быть, за прошедший год появились, а может быть, уже и в новом году что-то новое? Ну, новации, я хотел бы обратить внимание на ту новацию, которая появилась, и я уже так, в общем-то, скользко говорил о ней, что мы ушли от экстерриториального принципа предоставления услуги по повторным документам и справкам. Самое главное, чтобы наши граждане получали информацию достоверную на нашем сайте. Открыв сайт, можно по любому виду услуги получить достоверную информацию, и она корректируется постоянно у нас. Очень интересный момент, это давно поднимали молодожены, уже второй год это новация, но все-таки часто граждане нас спрашивают с такими вопросами. Сегодня за год можно подать заявление на заключение брака. Это удобно, во-первых, для наших граждан, которые работают в других субъектах, для наших молодых людей, которые учатся в вузах других городов, и для того, чтобы приехать сюда подать заявление, нет необходимости. Необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и пошагово подать заявление. Я уже говорил, что по семи видам услуг можно подать заявление через портал госуслуг. Но самое главное, чтобы убедиться в том, что правильно все сделано. Иногда молодожены направили нам по электронной почте заявление на регистрацию брака, обычно электронной почтой. И через, допустим, три месяца, два месяца приходят и говорят, а мы подали электронным способом. То есть портал электронных услуг и почта электронная, это совершенно разное. Поэтому, если вам не пришло подтверждение, посредством именно портала это удобно, потому что вне зависимости от работы отделов ЗАГС, они могут направлять заявление. Подающие заявления они могут на стадии обработки этого заявления контролировать все эти моменты. Ну и затем предоставляется скидка до 30% оплаты госпошлины. Хотя она небольшая, но все-таки если говорить об апостелировании документов, это 2,5 тысячи, вы понимаете, что для человека это большая сумма, 750 рублей сэкономить. Лишними не будут, да. Лишними не будут, да. Поэтому вот здесь такие инновации есть. И потом работник органа ЗАГС, когда ранее там записывались в очередь, находили знакомых для того, чтобы на нужную дату подать. Здесь, в общем-то, становится тем как раз человеком, который не может влиять именно на регистрацию, именно на нужную дату. Потому что молодые люди, во-первых, выбирают сами отдел ЗАГС, выбирают время, которое удобное. Единственное, конкуренция возникает между подающими заявлениями. Кто раньше определится с датой регистрации, у того будет наиболее удобное для него время. Но сейчас возможности будут расширяться. И вот по поручению руководства края мы сейчас прорабатываем вопросы для того, чтобы открыть дополнительные удаленные места по регистрации браков в двух вновь открытых музеях новейшей истории, в Ставрополе и Пятигорске. Да, и эта возможность для молодых людей будет как бы дополнение к тем местам, которые уже существуют в Ставрополе и Пятигорске. Время идет, и мы пытаемся шагать с этим временем в ногу. Это хорошо. Ну вот на этом закончим. Напоследок, вот как раз о времени. 2021 год уже наступил, уже вовсю идет. Уже даже, вот как я сказал, одна красивая дата для бракосочетаний была. Какие планы на уже наступивший год? Все мы ждем, что будут сниматься ограничения, уже потихонечку снимаются. Какие планы все-таки у управления ЗАГС? Ну, во-первых, мы продолжаем совершенствовать свою услугу. Для того, чтобы вы говорили, есть такие моменты, которые связаны с созданием семьи, с рождением ребенка, с честованием юбиляра супружеской жизни. Вот если будут сняты ограничения, то мы основной упор, конечно, в своей работе направим на более интересные мероприятия, которые связаны с популяризацией семьи и семейных ценностей. Мы сейчас работаем над тем, чтобы в одном из отделов ЗАГС открыть вообще музей, музей, который посвящен будет созданию семьи в разные периоды времени. И это будет музей, который связан с конкретными лицами, которые внесли достойный вклад в развитие этого района. Это, ну, я думаю, что это единственный такой музей будет в России, потому что прежде чем зарегистрировать брак и прежде чем создать семью или даже участь в учебном заведении школы, у учеников будет такая возможность посетить этот музей, посмотреть, что значит от успеха в жизни у человека появляется успех вообще в работе, и человек достигает таких успехов. Поэтому мы обратим на это внимание. Дальше мы будем продолжать все-таки повышать качество вообще услуг, чтобы минимизировать жалобы, которые поступают на работников отдела ЗАГС путем их дальнейшего обучения, потому что практика такая и есть. И правительство нашего края, губернатор, понимая то, что мы работаем с людьми, необходимо постоянно повышать уровень квалификации наших работников. Вот запущен такой проект обучения группы работников ЗАГС, молодых, тех, которые, в общем-то, будут в дальнейшем у нас являться резервом начальников, чтобы обучать эту группу. Каждый год обучается группа для того, чтобы, ну, во-первых, обладать такими качествами, как ведущие церемонии, повышать свои навыки в знании информатизации процесса предоставления услуг. Ну, также необходимы знания и психологии для работника. Расширить этот круг знаний для того, чтобы, ну, наши работники были успешны. И граждане, которые приходят в отделы, они чувствовали, что вот здесь действительно работают профессионалы. И этих профессионалов должно быть больше. Тогда мнение о деятельности и управлении ЗАГС, и в целом по предоставлению услуг гражданам, оно будет всегда положительным. И тогда будет интересно и гражданам посещать наши отделы ЗАГС, и нашим работникам работать. Потому что вот это такое обучение, мы называем его и обмен определенным опытом, потому что в этих группах учатся люди и опытные, которые могут рассказать, как на практике они осуществляют эту деятельность. И, в общем-то, специалисты молодые. Поэтому такие инновации, но в мероприятиях, вот мы и год закончили в этом году, и начали подводить итоги, и с определения того, какие инновации будут в каждом отделе ЗАГС. Инноваций очень много. Я думаю, что по ходу того, как мы будем проводить мероприятия или встречи, эти инновации мы будем показывать вместе с вами. Я думаю, да, что можно прийти снова к нам и обо всем этом подробно рассказать. Обязательно. Сергей Николаевич, спасибо большое, что нашли время прийти к нам пообщаться, рассказать подробно о работе ЗАГСа. Друзья, ну а мы с вами на этом прощаемся. Оставайтесь со своим ТВ. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!